Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Фаркина без рассмотрения, сообщает портал «Свой Кировский». Напомню, что ранее Леонид Ефаркин был осужден на 5 лет и 7 месяцев в колонии общего режима за махинации с землей в Парке Победы. Также он должен возместить нанесенный городу ущерб – 165 миллионов рублей и заплатить штраф в размере полумиллиона. Программа Экономика. Предприятие в Кирово-Чепецком районе опасными стоками загрязняет реку. Из-за этого в водоеме массово гибнет рыба, а в воздухе стоит неприятный запах. Жители деревни Бывыли и села Посеково пожаловались на это. После проверки, которую провело региональное министерство охраны окружающей среды, выяснилось, что в водоеме ниже места сброса стоков одного из предприятий во много раз превышено содержание различных загрязняющих веществ. Например, в 14 раз больше, чем допустимо, аммония иона, продуктом распада которого является аммиак. В воде он связывается с другими элементами, создавая токсичные соединения. В результате проверки, направленной в прокуратуру Кировской области на предприятии, пройдет внеплановая выездная проверка. Чиновники в Фоленском районе незаконно продали здание бывшего детсада. Как выяснила прокуратура района, во время проверки при выставлении здания на торги в два раза была занижена его площадь с 500 до 245 квадратных метров. Соответственно, ниже была назначена и начальная цена помещений. Купил их один из местных колхозов. Он, как отмечают в ведомстве, расположен на той же территории, что и детсад. То есть его сотрудники знали, что здание на самом деле больше, чем указано в документах. Другим же потенциальным участникам торгов это могло быть неизвестно. Это указывает на нарушение администрации закона о защите конкуренции. В итоге прокуратура обратилась в суд. Договор купли-продажи признали недействительным. И в завершение курсов валют. Доллар сегодня 73 рубля 76 копеек, евро 86,83. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM